Ты берешь в долг у мамы 25 рублей, ее папы 25. Всего у тебя 50 рублей. Идешь в магазин и тратишь там ровно 45 рублей. По дороге домой ты даешь в долг подружке 3 рубля. У тебя остается 2 рубля. Ты приходишь домой, отдаешь в долг папе 1 рубль и маме 1 рубль. Теперь ты должна им по 24 рубля. 24 плюс 24 равно 48. Плюс 3 рубля тебе отдает подружка. Получается 51. Вопрос, откуда взялся рубль, если у тебя было 50? Давайте разберемся, друзья, где же в этой задаче ошибка. Логика ломается вот в этом месте. Что такое 48? 48 это наш долг. Мы должны еще 48 рублей родителям. А что такое 3? Это 3 рубля нам должна подружка. Кажется и то и другое долг и почему бы их не сложить? Но на самом деле это разные долги. 48 я должен родителям, а 3 рубля мне должны. То есть когда подруга мне отдаст эти деньги, у меня будет наличными 3 рубля. Складывать долги и наличные деньги с одинаковым знаком это не хорошее дело в математике. Поэтому это действие не имеет смысла. И на то, что тут получилось, мы даже не будем смотреть. Давайте убедимся в этой задаче, что в процессе не появились лишние деньги и никуда они не пропали. Что было в начале? В начале у меня не было денег. Еще до того, как я взял деньги у папы и мамы. У меня был 0 рублей. Хорошо. Что у меня в конце? Я должен папе и маме 48 рублей. Издревле люди обозначают долги в виде отрицательных чисел. То есть у меня минус 48 рублей. Я должен 48 рублей папе и маме. Окей, что у меня еще есть? У меня есть покупка из магазина за 45 рублей. Да плюс еще подруга мне отдаст 3. 45 у меня есть покупка. Плюс 3 рубля отдаст подруга. То есть когда она мне отдаст, у меня будет 48 рублей. У меня 48 рублей можно считать наличными. И еще долгов. Минус 48, если мы все это вместе сложим, тоже получится 0. У меня и был 0, и остался 0. Нигде деньги не появились и не потерялись. Ставь лайк, если разобрался.